Ещё недавно словосочетание «корейский представительский автомобиль» звучало нелепо. Не было таких машин. А теперь есть Hyundai Ecos. Дизайн, как и полагается представительским автомобилем, помпезен. Одна только массивная радиаторная решётка, чего стоит. Длина седана переваливает за 5 метров. Наиболее близкие конкуренты Ecos — Mercedes-Benz S-класса и Lexus LS. Знакомство с салоном в нашем случае надо начинать с главного, со второго ряда. Это же всё-таки представительский седан. Здесь всё говорит о том, что задний пассажир — хозяин положения. От любопытных глаз его укрывают шторки. Естественно, с электроприводом. Двигать вручную снабжённые подогревом и вентиляцией сидения не надо. Помогут опять-таки электроприводы. Чтобы изменить настройки магнитолы, достаточно поднять подлокотник. Тут есть собственный пульт управления. На водительском месте Ecos должен сидеть наёмный водитель. И тут, надо сказать, отличные условия для работы. Уровень комфорта достаточный. Электроприводами оснащено всё, что только можно. Есть навигатор, а также передние и задние видеокамеры. Они тут весьма кстати, поскольку обзора через боковые зеркала не хватает. У нас на тесте седан со всего лишь базовым мотором. Но его характеристиками можно гордиться. Шестицилиндровый двигатель при рабочем объёме 3,8 литра развивает 290 лошадиных сил. Нормальная такая база. Мотор удивляет уравновешенной работой. В салоне его почти не слышно. Разгоняется быстро, однако никаких рывков, никакого дискомфорта. Плавность набора скорости не хуже, чем у немецких одноклассников. За это стоит сказать спасибо современнейшей, восьмиступенчатой автоматической трансмиссии. Причём коробка эта собственной разработкой. Как и у большинства одноклассников, ведущие колёса здесь задние. Классика жанра. Бесшумность, с которой едет Экус поражает. Ты будто летишь на невидимом коне. Водитель из-за лёгкого до невесомости руля словно отстранён от процесса управления. А вот плавность хода могла бы быть и получше. Автомобиль покачивается на дорожных волнах. Подвеска пропускает в салон толчки от неровностей. Это, к сожалению, характерно для большинства автомобилей представительского класса. Вывод напрашивается сам собой. Определённо, корейцы стали силой, с которой следует считаться даже корифеем автоиндустрии.